Приветствую вас на вторую нашу часть с Сергеем Радовым, президент компании Trime State Mortgage. Он сегодня еще раз пришел ко мне в гости для того, чтобы ответить с нашего первого видео. Итак, Сергей Радов, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли на эту передачу. И как я вам обещала, сегодня мы немножко глубже с вами зайдем на эти вопросы, для того, чтобы вы подготовились для самую лучшую программу ваших интересов для покупки недвижимости. Итак, Сергей, первый вопрос. Какие на рынке сегодня популярные программы моргиджа для покупки недвижимости, особенно для first-time homebuyers? Сегодняшний день, наверное, самая популярная программа для first-time homebuyers, когда вы можете положить всего лишь 3 или 5% downpayment при покупке любого типа недвижимости. По данной программе вам разрешено, даже если вы не успели накопить себе этих денег, вы можете их занять или взять, как бы получить подарок от своих родителей, там, родственников или друзей. И также вы можете closing cost включить в сам моргидж. Таким образом, если вы покупаете дом, ну, к примеру, за 400 тысяч долларов, вам всего потребуется 12 тысяч долларов, чтобы купить этот дом. Каждый, наверное, это может себе оформить и, естественно, может это сделать. Вторая очень хорошая программа, учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке, когда interest rate поднялся очень высоко, банки предложили и, как бы, сделали новую программу, которая называется buy down, 3 to 1. Или по-другому ее называют, 3 to 1, по-разному. По данной программе банк позволяет вам, как бы, входить в моргидж-пеймент постепенно. То есть на первый год у вас моргидж-пеймент будет из расчета на 3% ниже, на второй год на 2% ниже, на третий год на 1% ниже. И начиная с четвертого года вы начинаете только платить полный моргидж-пеймент. Более детально, наверное, это долгая процедура. Позвоните мне, я вам расскажу, как это сделать. Да, ребята, вы можете спрашивать вопросы в комментарии, если вы хотите на общем форуме это спросить. Или вы можете послать вопросы или Сергею, или мне по электронной почте, которую я вам напишу там ниже в деталях. Пожалуйста, пользуйтесь, мы будем очень рады отвечать на ваши вопросы. Еще одна очень интересная программа, очень интересная программа. Вы сейчас, наверное, очень сильно удивитесь. Это и популярная очень... Удивите! Да, FHA. Потому что эту программу как-то раньше не очень все любили. Но на сегодняшний день она настолько становится популярна, потому что только по данной программе вы можете купить себе 4-семейный дом и положить всего лишь 3,5% даунпейн, если вы покупаете его для персонального проживания. И знаете, какой максимальный моргидж по данной программе на 4-семейный дом? Это 2 миллиона 90 тысяч долларов. Вау! И всего лишь 3,5% даунпейн. Но только по этой программе, только при относительно неплохой кредитной истории и как бы показать ваш линком. Да, и при условии, что вы будете жить в одной из этой квартиры. Абсолютно. А 3 другие сдавать, которые будут полностью покрывать, наверное, все ваши расходы по данному дому. А скажите, пожалуйста, Сергей, а есть, вот, если использоваться вот этой программой FHA, так как она допускает положить минимальный такой даунпеймент, есть ли какой-то срок, который покупатель, который владеет теперь этой недвижимостью, обязан держать эту недвижимость? Какое-то определенное время, вдруг что-то там случилось, они хотят продать, уехать, что-то сделать. Никаких ограничений в этом плане нет. Вы можете распоряжаться этой недвижимостью, как хотите, можете продать, перепродать, можете переехать из этого дома куда-то в другое место, но в будущем, конечно. То есть, если вы покупаете дом как primary residence, вы обязаны хотя бы один год прожить в этом доме. Потом вы, конечно, можете поменять место жительства, что-то изменилось у вас или еще что-то, и оставить эту программу на этом доме. И взять новый FHA, на другой даже дом, такое тоже возможно. Но никаких других ограничений. Окей, значит, вы говорили про определенные программы. Теперь можно ли нам узнать немножко, как qualify, как квалифицировать на каждую из этих программ? Допустим, давайте начнем с, я думаю, более интересной первым, first time home buyers, это с минимальным down payment tax, получить этот mortgage. Что для этого нужно? Значит, программа с минимальным процентом down payment, 3%. Она называется для покупающих впервые home ready или же home pass. Почему эти программы так называются? Потому что вы можете положить 3% down payment на любой тип недвижимости, который вы покупаете, только если ваш medium income соответствует medium income у того района, где вы покупаете. Мы проверяем это все через определенный веб-сайт. И, допустим, если есть определенные места, в том числе и в Бруклине, в том числе и в Стэттен-Айленде, где не существует medium income, там как бы он не ограничен, тогда независимо от того, сколько вы зарабатываете, вы можете получить эту программу. Я вот только что сейчас закрыл один loan. Доктор, которая получала более чем 300 тысяч долларов, она, как бы годовой доход, она могла положить 3% down payment, потому что в том районе, где она купила, это был Бруклине, там просто не было ограничения на доход. Но в основном, во всех районах, это ограничение печатается, оно где-то от 90 до 120 тысяч долларов в этом интервале. Поэтому мы сначала проверяем. Если вы не qualify на 3% down payment, то есть ваш income превышает medium income данного района, то вы тогда можете положить 5% down payment и получить conventional loan. Это как бы тоже нормально, не так много, 5% от суммы недвижимости, нормально для first down fund. Тогда возникает такой вопрос. В чем разница, кроме down payment, между conventional loan и FHA loan? Разница существенная. Conventional loan на сегодняшний день, минимальный кредит score, который мы можем рассматривать, это 640 и выше. Но при 640 кредит score интерес трейд намного-намного выше, чем при 740 кредит score. FHA loan, он не разграничивает, какой ваш кредит score. Если у вас 640 или 740, вы получаете один и тот же интерес трейд. Но если ваш кредит score ниже, чем 640, а минимальный на FHA берется 580, тогда немножко у нас возникают дополнительные аджастменты на interest rate и на down payment. Это на FHA loan. Conventional loan вообще это делать не берет. Обычно мы принимаем, как бы даем FHA loan, только в той ситуации, когда человек хочет положить минимальный процент down payment, сколько он как бы может положить, и у него не очень, скажем, хорошая кредитная история. Не то, что там плохая, а просто не очень хорошая. Скажем, кредит score ниже, чем 700. И 5% down payment, или 3% down payment. FHA loan – самый лучший вариант данной ситуации. Абсолютно. Без разговоров. Я всегда его предлагаю. Более того, на сегодняшний день, когда FHA программа уменьшила mortgage insurance, он еще до 1 марта был 0,8%, а на сегодняшний день он всего лишь 0,5%, то есть они уменьшили mortgage insurance payment на более чем на 40%. Это очень выгодно. И в определенных местах даже единственный вариант быть квалифицированным на данный год. еще очень много разных других различий. Допустим, в вашем инкорде, если вы зарабатываете определенную сумму, conventional loan разрешает вам, чтобы ваш mortgage payment, включая таксы, insurance, maintenance и все другие дела, не превышал 43% от вашей заработной платы. FHA loan позволяет вам, чтобы ваш gross monthly payment не превышал 46%. Это большая разница. Также, если включая все долги ваши, кредитные карточки, машины, другие инвестменты, все, что у вас есть, все, что вы платите, при обычном conventional loan все эти расходы месячные не могут превышать 50% вашего месячного заработка. То при FHA loan этот процент поднимается до 56%. То есть тоже вам дает больше флексабилити на это, на все, чтобы получить этот молочек. И особенно очень важно, если мы сравниваем два, как бы, loan, conventional и FHA по interest rate и берем, скажем, 650 credit score, что не очень хороший, interest rate на FHA loan, больше, чем на 1%, меньше, чем на conventional loan. Вау, серьезно? Больше, чем на 1%. Я вот вчера только что прайсал один loan, и у них как раз был, была ситуация 650 credit score, 5% down payment. Interest rate был меньше на FHA, на 1,5%. Вау. Так вот они отличаются друг от друга. Поэтому FHA loan очень выгоден на сегодняшний день. И многие его, как бы, real estate агенты, в том числе, думают, что это плохой loan, но они ошибаются. Это очень хороший loan. И я всегда это доказываю. Ну, это, да, это хорошие новости, потому что, да, я понимаю, что вы говорите, ну, сейчас market, когда за все эти последние несколько лет был очень активный, вообще никто не хотел слушать про эти FHA, как бы loan, и все только, только бежали conventional, conventional. Но я думаю, что это больше было связано с down payment'ом и с выживанием о том, что, как бы, ну, такой маленький down payment, что получится через 2 месяца, когда уже нужно закрываться, не потому, что это сама программа такая. Абсолютно верно. Я уверена, что если придет человек, 2 одинаковых покупателя с 20%, допустим, и у одного FHA, у второго conventional это не сыграет никакой роли у продавца, я думаю, что это больше было связано с down payment'ом. Но, ребята, вы не волнуйтесь, потому что сегодня FHA, маленький down payment' и seller's concession, как помощь в closing cost, которые заходят прямо туда, в mortgage, это все теперь уже опять активно появилось на рынке, так что вы чувствуете себя более бодро и уверенно, что даже вы можете себе купить дом. Я вам даже могу добавить к этому вопросу, что иногда человек, который кладет 50% down payment, он менее qualify на mortgage, нежели, чем человек, который положит 3,5% down payment' и возьмет FHA mortgage. Это все зависит еще от кредитной истории, от income'а, которую человек показывает. Да, вы знаете, я поняла, что еще есть один такой важный вопрос. Что заходит в pre-appruval? И я скажу со своей стороны, как риелтор, что pre-appruval это очень важный момент, когда вы нашли какой-то дом, который вам нравится, вы хотите дать предложение на его покупку, вы должны предъявить pre-appruval. Есть такой момент, который называется pre-qualification, как бы в общем понятии pre-qualification это так, а, сказал, у меня столько, у меня это, у меня то, и вам, как говорится, напечатали бумагу. Пожалуйста, этого не делайте, лучше вам именно получить pre-appruval. Так что, Сергей, для того, чтобы получить у вас pre-appruval, такое, чтобы и сам покупатель, который хочет приобрести недвижимость, чувствовал себя уверен, что, да, вот я могу на это рассчитывать. Что для этого нужно, для того, чтобы это составить правильно? Первым делом надо мне позвонить, и я задам, я задам несколько вопросов, для меня это будет сразу понятно, даже просто по вопросам, в зависимости от того, кем вы работаете, где работаете, как долго работаете, вы примерно знаете свою кредитную историю, вы мне сначала это все расскажете, и тогда, когда я пойму, что вы можете претендовать на определенную сумму моргиджа, я попрошу у вас определенные документы. Обычно это для эмплои, которые работают на компании, это W2 последнего года, два последних по истаба, ваш банковский стейтмент, и желательно проверить вашу кредитную историю, потому что... И, наверное, два года tax returns, или нет? Tax return я спрашиваю только у self-employed людей, или у людей, которые имеют уже какие-то investment property, для того, чтобы мне посмотреть другой additional income. Но если человек работает на W2, мне tax return не нужно, на самом деле, я даже не спрашиваю, особенно для first-end homebuyers, так это уж точно. Вот. И когда я это все дело проверю, я тогда могу четко дать приаппровол это, чтобы никто зря время не терял, я довольно часто отказываю в каких-то приаппроволах, или перевожу этих людей на программу без проверки дохода, такая у меня тоже есть, в определенных ситуациях, если вы положите уже, конечно, не 3% того, а 20-25%. Это уже для другого, да, это уже другая программа. Опять, наши любимые, дорогие зрители, не забудьте подписаться на канал, спрашивайте, все вопросы, если вы хотите в общем форуме, то в комментарии, если вы хотите, хотите это сделать в privacy, то я напишу email, электронную почту, куда вы можете посылать ваши вопросы, и Сергей по финансовым и моргиджам ко мне по недвижимости, покупке или продаже, пожалуйста, обращайтесь. Ну и Сергей, как, давайте немножко более конкретнее поделимся информацией, как определяется, какой интерес будет человек платить для своего моргиджа. Я знаю, что мы с вами говорим, у вас спрашивают этот вопрос, звонят и говорят, какой у вас сегодня интерес, какой интерес, но это же не вы решаете интерес, правильно? Это же откуда-то идет, и как это все решается? Это как бы такая, скажем, вещь, которая меняется каждый день, и даже бывает иногда в день меняется несколько раз. Все зависит от стак-маркета, потому что банки на самом деле, многие люди даже этого не знают, они не дают на моргидже собственные деньги, потому что банки выдают миллионы, миллионы, или может быть даже сотни миллионов долларов каждый день на покупку недвижимости, у них просто таких денег собственного капитала не хватает, поэтому для того, чтобы дать вам моргидж, банки покупают каждый раз, когда вы делаете лак на рейд, они покупают на стак-маркете десятилетние бонды, и если уже более детально, вы можете всегда посмотреть, что происходит с interest rate каждый день, независимо от того, звонить мне или нет, если вы зайдете и посмотрите 10-year treasury yield bond, если он поднимается на маркете, значит interest rate растет, потому что банки, покупая его, они покупают за ту цену, добавляют свои 2,5-3% свой марчин, который они зарабатывают, и таким образом они продают этот трейд на маркете, допустим, на сегодняшний день, когда мы говорим, этот бонд составляет, yield составляет почти 4%, поэтому и interest rate на сегодняшний день базируется в районе 7%, потому что 4 плюс 3 получается около 7%, если буквально через неделю Federal Reserve повысит опять на полпроцента рейд, то бонды скорее всего будут уже 4,5%, таким образом мы смотрим на интерес 7,5% уже вот как бы так. Помимо этого, конечно же, очень важно для банка это ваша кредитная история, потому что если вы хороший, зарекомендовали себя по своей кредитной истории как хороший плательщик, у вас кредит скор 760 и выше или 740 и выше, то в соответствии с этим вы получаете максимально лучший интерес трейд от банка, нежели чем если ваша кредитная история 640, 650 или больше чуть-чуть, потому что есть на это определенные факторы, почему у вас такая кредитная история, значит вы где-то или опаздываете на моргиджи, вернее, не на моргиджи, на какие-то платежи, или у вас есть какие-то коллекшн аккаунты небольшие, даже если у вас коллекшн медицинские, это все равно влияет на ваш кредит скор и на ваш моргидж, поэтому чем выше ваш скор, тем лучше ваш и меньше рейд, скажем так, это вот основные критерии. Логично, логично, так что я предлагаю всем смотрите за своей кредитной историей и планируете покупать себе недвижимость, то обратите внимание на вашу кредитную кредит скор и конечно есть варианты его поднять, если нужно, это забирает время, но это на другой разговор. Еще я знаю очень-очень популярный вопрос, который получаете вы, Сергей, и так же самое и я, это люди, которые уже планируют и хотят заниматься моргиджем, допустим, начинают ошарашиваться, говорят, ой, я не хочу, чтобы мне проверяли кредитную историю, у меня теряются пойнты, и как это все работает, теряется, не теряется. не должны, скажем так, давать, ранать вашу кредитную историю направо и налево. Да, многие люди правы, и это действительно так и есть, если вы даете рану свою кредитную историю, как бы кредитная история, она и предназначена для того, что на самом деле ее проверяют, но ее должны проверять определенное количество раз максимально в месяц. Ее могут проверять как бы максимум два раза без того, чтобы это эффектово на ваш кредитную скорбь. Почему это? Два раза в месяц. Да, два раза в месяц максимум. Третий раз, когда вас уже проверяют, уже ваш кредит скорбь может трапнуться. Там не человек сидит и смотрит, кто проверяет вашу кредитную историю. Там работает компьютер, заложена определенная программа, и если этот компьютер видит, что в течение 30 дней вас проверяют уже третий раз, он ведь не знает, что вы предыдущие два раза, когда вас кто-то проверил, вы уже получили под это определенный кредит. Сегодня кредит можно получить и за три дня, а потом, чтобы не было проблемы для другого банка, когда вы проверяете уже третий раз свою кредитную историю, естественно, компьютер понижает ваш кредит скорбь, то есть понижает ваши условия на получение более хорошего кредита, если ваш кредит скорбь понижается. Поэтому следите внимательно за этим. не давайте направо и налево проверять ваши кредиты. Два раза в месяц можно. Два раза в месяц можно, но не больше. Хорошо, но у меня я хотела еще такой момент спросить. Я всегда понимала так, вот вопрос такой, лучше пойти к моргидж-брокеру, вы считаетесь моргидж-брокером, правильно? Да. Лучше пойти к моргидж-брокеру, чем в банк, когда хочешь получить моргидж, по единственной причине, которую я знаю, что моргидж-брокер почему-то имеет лучший рейт, чем банк, потому что моргидж-брокер это получается как холлсейл, а банк выдает это как ритейл. Это правда еще? Или это какая-то... Да, вы абсолютно правду сказали, правильно сказали. То, что мы имеем право давать больше дискаунтов, чем обычные банки, это 100%. Обычно как бы у всех банков холлсейл, ритейл, они проценты более-менее одинаковые, плюс-минус там вот так, как холлсейл блендеры. Имеем право давать дополнительные дискаунты своим клиентам, и у нас у холлсейл банков, только у холлсейл банков. Есть возможность, они тоже дают дополнительные дискаунты клиентам или моргидж компаниям, которые с ними на постоянном как бы уровне работают, и много им соммитуют туда лом. Поэтому в зависимости от этого, от всего, конечно же, в компании, у моргидж брокера всегда можно взять рейд лучше, нежели чем в обычном банке. Ну, это очень... Да, поэтому я и говорю, что лучше идите к моргидж брокеру, например, к вам. Сергей, чем в Chase или в Bank of America, или еще так. При том, что у вас, у моргидж брокера есть больше каналов, правильно? Потому что моргидж брокер работает с разными банками. больше 50 банков, с которыми я работаю. вау, там много. У каждого своя ситуация, нужно всех обслужить. Да, в общем, вот эти моменты очень важны, конечно, и я уверена, что они для вас были очень полезны. и опять же я напоминаю, что если у вас определенные вопросы более конкретные, вы можете обращаться и спрашивать в комментариях или же использоваться электронной почтой, которую я вам напишу внизу. Также, если вы уже готовы покупать недвижимость или начинать ее искать, первым долгом я предлагаю, чтобы вы вначале сделали себе приаппровал, потому что вы хотите чувствовать себя очень комфортабл комфортно перед тем, как вы вообще начинаете даже придумывать себе какой дом или недвижимость вы будете себе покупать. Для этого вы можете обратиться к Сергею. Да, приаппровал не стоит ничего, кроме как проверить кредитные истории, правильно я говорю? И это где-то в районе сколько проверили? Доллар 35? Я правильно? К сожалению, на сегодняшний день 63 доллара стало. Окей. Где-то с первого этого года. инфляция. Инфляция. В прошлом году было 35. 63 доллара для того, чтобы рассказать себе, что я могу и не могу. Абсолютно верно. Давайте уже говорить так, это уже не так сильно страшно. Поэтому первым долгом делайте это, получите себе информацию и тогда вы можете обратиться ко мне, если вы хотите. я вам естественно помогу. Сергей и я можем помочь вам вместе в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Про остальные штаты и города это для другого раза. Спасибо большое за то, что вы с нами здесь побывали. Мы надеемся, что мы вам представили очень полезную для вас информацию. И не забывайте подписаться на наш канал, и мы еще будем вам приносить полезную информацию, которая вам абсолютно нужна, поверьте. Спасибо большое, Сергей. Ваша информация тоже будет внизу в комментарии для наших зрителей. И на этом мы заканчиваем. Увидимся в следующем видео.